Приветствую! Мы в Рязанском районе на юго-востоке Москвы. Здесь от Рязанского проспекта, который является центральной магистралью этого Рязанского района, и вплоть до первого Казанского кроссика из Арайской улицы, рядом с железной дорогой Казанского направления, платформа Чухлинка, проходит улица Коновалова, двухстороннее движение автомобильного транспорта, по одной полосе в каждом направлении, и длина улиц составляет около 800 мм. По одной стороне улицы находятся жилые дома на всем протяжении, социальные объекты, а вот по другой находится сначала стадион Комета, вернее сказать, уже бывший стадион Комета, сейчас он вроде как-то заброшен, и перед ним какими-то там разными структурами, ну в общем, уже не используется по назначению, скажем так. Вот, и также тоже есть, по-моему, два жилых дома всего, один 12-этажный, а второй, по-моему, 9-этажный. Вот. И также гаражи, затем идут гаражи, и некоторые другие уже постройки рядом с платформой Чухлинка, нежилые строители, ну в общем, вполне можно сказать, что это действительно такая-то улица. Вот. Только просто, ну, скажем так, по одной, честно видишь, жилые дома на самом деле, ну а по другой, там уже разный, так сказать, характер застройки. Ну, когда-то здесь находился подмосковный поселок Чухлинка, который затем вошел в состав города Перово, подмосковного тоже. И город Перово здесь находился до 1160 года, когда вошел в состав Москвы, и в этом же году улица получила название в честь местного рабочего, который погиб в 1323 году при охране государства имущества Анатолия Коновалова. Ну, собственно, жил он в 1324-1327 годах, то есть, по сути говоря, получается, меньше 20 лет ему было, когда он погиб. Ну, и больше о нем как-то мало что известно, но факт то, что, короче, это был один из революционеров и человек, который, хотя он был совсем молодым, но понятно было, так сказать, за большевиков и даже вот, так сказать, пострадалка и в защите, так сказать, собственности государства большевистского, да, понятно. Так что, ну и, естественно, кроме того, он был к тому же местным, работал, очевидно, на каком-то местном предприятии, и поэтому для жителей, конечно, многие его тут знали, тем более в то время. Еще в его время здесь был такой глубокий довольно-таки Подмосковье, когда люди все практически друга знали, ну и, естественно, что вполне понятно, почему улицу назвали в его честь. Улица жилищно-социальная, тут много жилых домов, причем все они были построены в советское время. Это 5-9-12 этажных дома, 1050-х, 1070-х годов постройки. Ну, как мы видим, часть сохранилась еще от Подмосковного города, от Перова, ну, а в основном уже такие вот московские периоды дома. Кроме жилых домов, также здесь находится, ну, как я сказал, стадион Комета, но числится он по, бывший стадион Комета, числится по Рязанскому проспекту, ну, между которым, собственно, он и находится, между Рязанским проспектом и, собственно, улицей Коновалова. Также некоторые продуктовые организации, это, ну, в основном они находятся около платформы Чухлинка, в конце этой улицы, под номером 5А, два торгового центра, под номером 9. Также отмечу общежитие от завода Станка Агрегат, который неподалеку находится, вот, тоже под номером 9, тоже, ну, прям рядом со станцией Чухлинка с платформой, 15-ти этажные здания, то есть, от 7-го года постройки, ну, судя по всему, сейчас это просто обычное общежитие, где, в принципе, может, наверное, любой человек остановиться. Ну, и также здесь же находится наркологическая клиника, здание по номеру 14, двухэтажным, это бывший детский сад. Вот, ну, в общем, в принципе, конечно, особой достопримечательности здесь нету, но, с другой стороны, в общем, есть некоторые объекты, которые вполне заслуживают внимания, кроме того, улица такая довольно живописная и сохранилась, что, немножко, такую провинциальность, такое, так сказать, еще со времен города Пирога. От метро «Ризаатский проспект» улица, все-таки, довольно удаленно находится, поэтому лучше доехать на автобусах в 51-м и 725-м. Они проезжают часть этой улицы до поворота на улицу Михайлова. А дальше они уже едут по Михайлова, а уже по самой улице, вот, улице Михайлова до Палкона Чухлинка, то есть, по вот этому отрезку, да, до конца улицы, вообще страх вот никакой не проезжает. Ну, там недалеко дойти пешком. Кроме того, можно, конечно, по железной дороге доехать. Это тоже... Ну, в общем, по железной дороге к платформе Чухлинка, да, можно доехать где-то дальше, там уже, соответственно, совсем выходим прямо в конец улицы, ну, практически сразу попадаем на эту улицу. А там надо будет небольшой, какой Симоновский тупик чуть-чуть, но он так слегка, прямо непосредственно к платформе подходит. А там, прямо выходим, сразу маленький такой проход, и прямо на эту улицу. Приятных прогулок, и до новых встреч на улице Вас! Продолжение следует...